Проблема состоит в том, что знания, которые дети сейчас получают, они к жизни не прикладываются. Условно говоря, что делают, например, в ряде западных, европейских и американских школах. Ребенок, например, не хочет ничему учиться, но при этом он экологически настроен. И дальше его учат химии и биологии под предлогом экологии. То есть ему рассказывают про то, как природу разрушают предприятия, и на этом рассказывают химию. Ему рассказывают про то, что такое природа, и таким образом обучают его биологией. Это есть другой заход на то же самое. Вполне возможно, что это один из тех трендов, когда будет сложно обучать детей чему-то как абстрактному знанию, и нам придется находить способы, как использовать то, что их детей интересует, для того, чтобы через это транслировать им необходимые фундаментальные знания. Малорды и родители часто говорят мне об этой проблеме. Ребенку все сложнее концентрировать внимание, он становится рассеянным, ему сложно концентрироваться на задаче, и это неудивительно. Мир, в котором живут дети, он мелькающий, он быстроменяющийся. Что нужно делать? Я рассказываю в книге «Счастливый ребенок» три базовых правила. Первое – это режим, второе – наличие правил, и третье – последовательность. Если у вас есть режим дня, обязательно ему следуйте, и ребенку это очень важно. Любые изменения в графике мешают ему его концентрации. Второе – это правила. Если у вас есть набор правил, которые ребенок понимает, которые вы регулярно повторяете, это тоже облегчает ему возможность концентрации на каждой последующей задаче. И, пожалуйста, третье – будьте последовательными. Если вы время от времени переигрываете правила, изменяете режим, позволяете ему вами манипулировать, то, конечно, хорошего от этого не получится. Берегите внимание ребенка. Вопрос дня. Как привить ребенку любовь к чтению? На самом деле нужно понимать, что чтение для ребенка – это, во-первых, очень сложная процедура, потому что ему нужно включить воображение, которое у него пока просто плохо работает. Поэтому действительно нужно прививать любовь к чтению. Куда легче смотреть мультики, где все нарисовано, все понятно, и не надо ничего воображать. Секрет здесь простой. Ребенок очень нуждается в психологическом взаимодействии. Он нуждается во внимании, в поддержке и так далее. Поэтому сначала чтение книжек может превратиться для вас в игру, когда вы с ним смотрите на картинки, когда вы с ним вместе общаетесь, когда вы примеряете на себя соответствующие роли. И по мере того, как ребенок начнет воспринимать книгу как нечто интересное, вы можете переходить к тому, чтобы уже более предметные тексты изучать, которые представлены и так далее. Но сначала вы можете просто использовать ее как такой способ поиграть с ним. И все, наладится.